Сад и Огород Хотела бы акцентировать свое внимание на том, что многие обижаются Почему же я не описываю свои сорта, не рассказываю о них больше И я скажу честно, мне просто не хватает времени писать И это занимает для меня время очень дорого И вот сегодня я немножко остановлюсь на сортах В процессе передач мы будем разговаривать и узнавать новые сорта И все-таки информация эта будет поступать постоянно И начнем мы, естественно, сегодня Когда я выкладывала свои фотографии сердцевидных томатов с теплиц И, конечно, здесь было очень много звонков Именно по сердцевидной форме И пошло рассуждение Значит, многие звонят и говорят, что В принципе, я вот посадил сердцевидное Все называют почему-то это только бычьим сердцем Хотя это несправедливо, потому что ассортимент и сорта типы их Различные, их очень много И вот я сегодня немножко вкратце хочу объяснить Все-таки бычье сердце, это и есть такой сорт Бычье сердце Но незаслуженно эти помидорки отбрасывают Из-за чего? Отбраковывают Из-за того, что они пресного вкуса Из-за того, что они рыхлые, когда при разрезе То есть они мясистые, быстро перезревают И здесь получаются, конечно, какие-то невкусности Но хочу поспорить с вами сортов очень много И при изучении своих сортов я вывела, конечно, своих любимцев И с вами поделюсь И, конечно же, есть такие сорта, которые просто радуют глаз И есть сорта, которые можно применять именно в каких-то переработках И есть сорта, которые просто можно лакомиться как конфетами И все это я о сердцевидных томатах Вы помните, в предыдущие годы я всегда мечтала посадить в теплицу Чтобы у меня были просто одни сердцевидные томаты Но этого сделать, наверное, не смогу Потому что любимок много И хочется каждого хоть по чуть-чуть посадить Вот, сортов очень много И вот сегодня я хочу вам рассказать о некоторых Если кому-то интересно Я список, какие сорта у меня в наличии есть И которые действительно по вкусовым качествам подходят к нашим посадкам Я вам озвучу И вот именно розовоплодные томаты Которые сердцевидные Вот очень хорошая серия Это минусинские Минусинские лапти Минусинский конус Минусинский корпус Короче, минусинские все сорта Они очень вкусные Да, это мясистые сорта Семян очень мало Но именно по вкусовым качествам Для них присущи натуральный томатный вкус А некоторые просто даже с изюминкой какого-то привкуса Вот фруктового Это я говорю о маленьких Такие как оранжевая клубника Такие как немецкая клубника Они у меня тоже в наличии есть Я сейчас немножко озвучу Какие есть в наличии Чтобы если вам будет интересно Вы уже могли Потому что мне просили описать весь этот список Описать список своих томатов Я просто не могу Это только серия сердцевидных А что касается других томатов Представляете, что я более 50 сортов только высаживаю в год А то и больше высаживаю в год разных Поэтому описать каждый сорт Это мне надо сидеть просто и заниматься этой работой Значит запомните Разовоплодные, которые хорошие Воловье сердце Вот воловье сердце Оно и подходит под описание бычьего сердца То есть его просто наверное в народе потом обозвали Хотя даже в сибирской селекции Ну вот пакетики, которые вы будете Сибирский сад можно их приобрести Воловье сердце Оно там пишется как воловье сердце Но буквально по описанию По размерам оно подходит точно под бычье сердце Которое раньше было названием Такие как алсу Орлиный клюв розовый Замечательный сорт Очень мясистый Семечка практически можно не найти Они получаются гораздо меньше Клювик у них более загнутый У меня тоже есть фотографии этого томатика Поэтому заходите ко мне и смотрите Вот Хороший сорт Ничего не скажу Фламинго похож Фламинго похож Розовый фламинго Но он более вытянутый И там более аккуратные плоды Скажем так по размеру подходят Вот если брать мамина сердце Вот смотрите Всегда в кисти есть один большой плод И получаются как дети Вот маленькие плоды То есть в любую кисточку взять В любой кисти есть большой Вы меня простите Что я в полную мощь не показываю кусты Потому что сбор уже у меня давно осуществляется И если они перевисят Естественно они просто потом И растрескиваются И скажем так Ну просто портятся И вот эти сердца Кисти конечно у них слабоватые То есть если брать нижние кисти Они у меня практически все лежат на земле Я их специально укладываю Потому что кисти очень большие И видите Ломкость кисти присутствует То есть сами растения тонкостволые И кисти очень массивные Поэтому здесь есть конечно маленький нюанс Ну если вот взять сердце мамы Сорт необыкновенно вкусный То есть вот по вкусу И по всем Я бы поставила ему пятерку Из пяти баллов Сорт чем хорош Что у него конечно Ранняя отдача урожая Но и тем же может есть Как все в жизни относительно Сколько плюсов столько и минусов Конечно что он практически Весь полностью сразу же начинает созревать То есть понимаете Вот раннеспелый сорт И у него получается загрузка Вот раз, два, три В шесть кистей И все они одновременно начинают То есть эти не успевают Еще на лица подрасти А они уже начинают просто созревать Вот Это какие-то плюсы И какие-то минусы Так вот Фламинго Он тоже Его очень много И он практически одинаковый То есть эти сердца Небольшие С таким крючком Похожие как на нос какой-то Вот они У фламинго Вот практически одинаковые все Старый сорт Сенсей Вот в кого я влюбилась И почему я Это после этого сорта Достался он Мне чисто в подарок Вот И этот сорт Я выращивал Ну наверное Лет 13 назад Или 15 И просто был посажен В открытый грунт Где-то в уголок И он дал Такой неимоверный Урожай Который я просто По тем временам Покупая вот эти Всякие пакетики Я не видела И могу Со стопроцентной Уверенностью Сказать Что он Как и в открытом Как и в закрытом Грунте Он показывает себя Просто Просто хорошо Немножко похож На розовый мед То есть Там больше присуща Сладкая нотка Уже кислинки Как той Томатной Маловато Значит Минусинские лапти Минусинские Крупные Значит Какие еще Абаканские розовые Абаканские розовые Просто великан Плоды Очень хорошие Но их завязывается Небольшое количество Если плод Брать до 700 грамм И они Малинового цвета Насыщенного То там 7-8 плодов Этого для растения Достаточно Выше крыши Мощное Очень растение Поэтому Здесь требуются Хорошие опоры Требуется Подвязка Хорошая Пошли дальше Канада Канада тоже Огроменный Тоже мощный Сорт До 2 метров Растет Канада тоже Прекрасный сорт Но плодоносит До поздней осени Псофама Псофаму я выращивала На улице Не впечатлил У меня этот сорт Поэтому я его пропускаю Сердцеед Старый сорт Который тоже Многие из вас знают И который пользуется Популярностью До сих пор Сердце дракона Сердце дракона Это небольшие плоды Которые От красного От красного Оранжевого Розового Все Просто шикарные Если где-то будете видеть Черниговские сорта Все подходят То есть для выращивания В теплицах И открытый грунт Ну и конечно же Немецкие Оранжевая клубника Мне кстати попадалась Немецкая оранжевая клубника В двух экземплярах И два экземпляра Показали разное Быстрее всего Наверное там Немножко были спутаны С оранжевым Другим сортом Потому что Одни были Крупноплодные Одни были Среднеплодные И вот оранжевая клубника Вот которая более крупноплодная Она плодоносит Она шикарна До октября месяца Самые последние плоды Я снимала В этой оранжевой клубнике Очень вкусные плоды Но там уже более кислинка Присуща Из новых сортов Вот сержант пепперс Шикарный сорт Я вам буду показывать Просто сегодня дождь И мы походить Немножко не можем С камерой Поэтому я об этом Расскажу отдельно Шикарный Тот же самый Как и мечта Алисы Гребешки Есть гребешки Петушиный гребешок Дедушкиная Петушиная пёрышка Оно даже где-то Вот недалеко Я покажу Сейчас немножко Пройдемся Вот Отличный сорт Отличный Я про него Обязательно расскажу Сердце влюбленных Сердце влюбленных Получается Не многоплодная Но все-таки вкусная Поэтому выращивать Тоже одно из ранних Можно выращивать Дробленое Раненое сердце Интересный сорт Интересный Просто вот даже По названию Но по вкусовым качествам Там присуща Больше кислинка Такие вот сорта Для меня лично Они Не Прельщают Поэтому Я люблю Фруктовые ароматы Люблю сладкие ароматы И люблю Насыщенные Такие Пряные вкусы Поэтому Собственно говоря Ее опускаем Африканская лиана Обозвали Африканская лиана Ну совершенно Я даже в этом году Посадила два вместе Африканскую лиану И Володю Путина Вову Путина Два сорта Идентичные То есть что Африканская лиана Что Вова Путин Встречаются И сердцевидные Томаты И круглые Томаты Если здесь идут Все сердцевидные Формы То там Есть и сердцевидные И присущие Крупные Вкусные томаты Урожайные На улице Где угодно Можно выращивать Хорошие сорта Но одинаковые Большая мамочка Это тоже крупноплодный Не путаем Сердце мамы Потому что Там совершенно другой Там он более круглый Но именно Низ Нашего крупноплодного томата Получается заостренный Он и виден В виде сердца И большая мама Вот у меня есть фотография Где именно Сердечко Получается Вогнутое Именно В помидорчик Вот это И есть Большая мама Что еще Мы здесь Медовый спас Сердце Ашхабада Отличный сорт Сердце Ашхабада Я третий год выращиваю И не перестаю Удивляться Плоды съедаются В первую очередь Вот Сережа Вот этот Вот оранжевый Плоды съедаются В первую очередь Правда Отдает плоды Раньше всех И скажем так Все и сразу Вот Поэтому до октября Мы его ждать Просто не можем Оранжевый русский Вот этот до октября Может быть Золотое сердце Это вот все Которые Оранжевые Желтые Лунный восторг Сорт очень старый Выращивала его Еще лет 13 назад Не впечатлил Вернулась к нему Через 7 лет Посадила Один был в затенении Второй был Просто на солнце И получились Два совершенно разных Помидорчика То есть Одни были действительно Лунного Лимонного цвета Которые в тени А которые были На солнце Они были более оранжевые Сорт очень урожайный И тоже Но танкошкурый Перевозить его Очень сложно Салатный Просто замечательный Так Девичьи сердечки Девичьи сердечки У меня тоже были В двух экземплярах То есть Одни были у меня Из Подмосковья Семена А вторые Из Литвы Так вот Те которые Литовские У меня были Девичьи сердечки Они получились Как есть Немецкая клубника Или Как медальончики Я их еще называю Мы их тоже увидим Они как медальончики Они очень маленькие Плоские И до такой степени Аккуратные Красивые Когда вызревают Абсолютно Без всяких пятен Вот этих Которые присущи Пятна Есть такие сорта Верхние То эти Абсолютно красные Очень красивые А вторые Девичьи сердца У меня получились Крупноплодные Вот Это Небольшой список Пылающие сердца Золотое сердце Белорусское сердце Кстати Белорусское сердце Приобретало Тоже С литовской стороны И Получилось Оно именно Настоящее Белорусское сердце Вот Нашей селекции А найти Невозможно Скажем так У всех Обзываются Разные Помидорчики Белорусским Сердцем И Получается Что именно Настоящее Белорусское сердце Я приобрела Там Да Шикарный Помидор Просто Его Ищут Приобретают Эти семена Очень хорошие Это небольшая Только коллекция Которую я выращиваю В этом году И вот Представьте Это одни только сердца А что такое Крупноплодные А что такое Разноцветные А что такое Желтые Что такое Для консервации И поэтому Я не могу Все вам описать Мы сейчас Походим Еще немножко Я вам покажу Новинки Вот в этой теплице Которые Выращивались Сейчас Пойдем Подойдем Вот сорт Сладкоежка Шикарный Сорт Правда Здесь у меня Поздновато Я посадила Вот Очень прекрасный Сорт Один тоже Из новых Сортов Которые Сейчас Пользуются Популярностью Очень Интересный И по вкусу Просто незаменим В салатах И просто Если его Разрезать То есть По вкусу Он Очень вкусный Вот если Брать эти томатики Они Смотрите Они Лиановидные Хотя Они поздно Посажены У меня в конце Мая И вот Они тоже Будут до Двух метров И если взять У них идет Завязка Видите Через Два Листа То есть Лист Лист Через два Листа Идут кисти И кисти Причем Они формируют И наливаются То есть И вверху Вот если взять растение Более такое Развитое Видите И вверху Одинакового Веса И внизу Одинакового Веса То есть Томатики Эти очень вкусные Кстати Они могут подойти И для консервации Они могут подойти И просто Для салатов Очень хороши При хранении То есть Лежат Достаточно Долго Потому что Плотная у них Кожица И Скажем Сорт заслуживает Внимания Это называется Сладкоежка Я вот их тоже Посадила Вот если посмотреть На сорт Тоже Новый сорт Я его приобретала Под названием Коготь Правда Здесь уже много Помидор Снялось Единственный Недостаток По вкусу Замечательно На пятерку Единственный Недостаток При поливе Происходит Если оставляете Красные плоды Происходит Растрескивание Плодов И это Очень плохо То есть Кожица нежная Тонкая И растрескивание Плодов Происходит Именно При созревании Будьте Внимательны И осторожны Потому что Большинство Вот сейчас Поливать надо С осторожностью Наши кусты Потому что Именно Крупноплодные Вот эти вот Томаты Вот называются Коготь Ну и Многие Другие Которые Салатные Тонкошкуры Они имеют Свойство При созревании Растрескиваться При резком Поливе То есть Быстрое Переносищение Влагой Происходит Растрескивание Нашей коры Ну Один из Консервированных Скажем так Для консервации Это Хачмазки Сорт Довольно Известный И он У меня Давно В коллекции Я просто Обновляю Семена Сорт Не Высокого Роста Скажем так Если в теплице Он будет До метра Пятидесяти Бывает Конечно Что дает Более крупные Плоды И И конечно Для консервации Он подходит Чудесно Налив Плодов Происходит Все время До поздней осени Кусты будут Сейчас будет Сбор урожая Будет Обработка Кустов И будут Плодоносить Еще дальше Значит Сорт Который я в прошлом году Показывала Брэнди Вайн Сорт Шикарный Кисти Огроменные Если посмотреть На растения Кисти Просто огромные Но как я не люблю Эту вершинную гниль К ним надо Именно Личное Отношение То есть К ним Надо подойти Поздороваться Покормить Вкусненьким Тогда они отдадут Весь хороший урожай А так Большинство Плодов Они быстро Созревают Кисти Конечно Лежат Потому что Кисти Очень массивные Видите Не выдерживают Растения Конечно Плоды Очень вкусные Но вершинка Их преследует Поэтому Здесь Присущи Для них Личные Удобрения Калийные И здесь Конечно Нужны Специальные Подкормки Чтобы не было Вершинной гнили Ну Лимонная Гроздь Конечно Этот сорт Я показывала Еще Наверное Лет 7 Назад Сорт Шикарный Но Теряет плоды Скажем так Если не посмотреть На него Приходишь А плоды Будут усыпаны Он очень Слаб Если Вот Допустим Плод созревает И он Моментально Сбрасывает Их Чтобы нагрузка Наверное Была Поменьше Потому что Кисти Завязываются Это Это Даже Вот Томатики Которые Я посадила В конце Мая Представляете И хоть Люди Говорят Что Ой Я уже Не успею Там У меня пропали Помидоры Я не успею Высадить Все Вы успеете То есть Плоды Наливаются Прекрасно И отдают Урожай Тоже Прекрасно Что Касается Шоколада Ну Его любят У меня Дети Полосатый Шоколад Конечно Здесь Кисти Уже Все Поснимали Но Все Таки Вот Смотрите Верхнее Здесь Видно Очень Красивый Сорт При Созревании Если Он Зеленый Вот Видите Еще Вяжет И вяжет И вяжет Наверху Если Он Зеленый Он Такой Полосатый Получается А При Созревании Единственное Что Конечно Тоже Присуще Так Как Это Салатный Сорт Очень Сочный Для Произведения Просто Находка Ну Такую Красоту В сок У меня Обычно Гости Съедают Вот Эти Помидорки И Люди Которые Приобретают Приходят Помидоры Они Именно Вот Эти Помидоры В первую Очередь Но Растрескивается Потому Что Тоже Очень Мягкий Шкурка Нежная И Поэтому Сорт Такой Нежный Ну Что Покажу Вам Дедушкино Петушиное Перышко Где Она У меня Тут Вот Сорт Тоже Дедушкино Петушиное Перышко Название Вы знаете Есть много Названий Есть и Петушиное Перышко Есть и Гребешок В скобочках Перышко Нет Вот Это Именно Называется Дедушкино Петушиное Перышко Здесь Собрано Очень Много Плодов Понимаете Просто Много И Вот Кисти Которые Вот Еще Остались Они Очень Тяжелы То Крупные Помидорки Все Сняты Очень Тяжело Этому Растению И Вот Видите Тоже Тоже Сердца Или Какие-то Вот Именно Как Какое-то Крылышко Напоминают Видите Какие-то Очень Интересные Видите То есть Сердцевидной Формой Тоже Считаются Сердцевидные Если Посмотреть Вот Итальянское Сердце Вот Сережа Мы Подальше Можем Снять Итальянское Сердце Там Просто Острый Острый Краешек И Он Напоминает Внизу Гребешок А вверху Крупноплодный Томат И Тоже Разделенное Как Дробленое Сердце Вот Этими Полосами Тоже Очень Интересно Я даже Сейчас Сорву Один И мы Посмотрим Очень Интересные Такие Гребешковидные Вот Смотрите Видите Вот И Оно Также Разделено А вот Именно Внизу Оно Такое Заостренное Но Сердце Тоже Очень Вкусное При Созревании Оно становится Ярко Малинового Цвета И Чуть ли Не прозрачное Вообще Шикарный Сорт Но У меня Еще В небольшом Количестве Семена Поэтому Только В разработке Вот Интересные Смотрите Мешочки Так и Называются Подарок Внуку Помидоры Вот Именно Мешочком Мешковидной Формы Их Тоже Много Посажены Поздно Нижние Кисти Очень Большие Отдают Урожай Очень Хорошо Вот Единственное Что Конечно Поздно Посадила Семена Тоже Не успеваю Все Очень Много Кустов Высаживаю Поэтому В одни руки Очень Сложно Вот Сорт Сердцевидные Называются Неразлучные Сердца Тоже Крупноплодные Все собраны Осталась Тут Мелочевка В верхних Рядах Тоже Дают Крупные Плоды Хотя Тут Видите Собираются Почему Так Называется Неразлучные Сердца Я сначала Смотрел На него И понять Не могу Ну Почему Так Вот Вроде Посмотришь На кисточки А они Посмотрите Именно По два Даже Если В кисти Есть По четыре По шесть Штук Они Все равно Неразлучные Сердца То есть Две Штучки Они всегда Друг К дружке Привязаны И вот Почему Смотрите Неразлучные Сердца Действительно Вот Если посмотреть Неразлучные Сердца Друг К дружке Вот Сорт Тоже Очень вкусный Тоже У меня Пока В разработке Этот сорт Будем изучать Дальше Здесь Они у меня Не обрабатываются По выносливости Я определяю Какой Раньше Всех Поражается У меня Болезнями Это у меня Экспериментальная Теплица На которой Я изучаю Все Свои Скажем так Всех Своих Детей Потому что Все таки Они для меня Как дети Вот Так Влюбленное Сердце Еще Один Красивый Сорт Который Тоже В форме Сердец Правда Вот Хочу вам Показать Вот Именно Смотрите Томат Который Мы Всегда Я говорю Удаляйте Королевские Цветки Потому что Получаются Уродованные Плоды Видите Они получаются На таких Толстых Ножках Забирают Очень много Сока И они Неправильной Формы То есть Из них Семена Ни в коем Случае Брать Нельзя И Вот Когда Этот Королевский Цветок Есть Самый Пышный Вот Видите Какая У него Получается Цветоножка Ну Просто Это И Сорт Получается Просто Неправильной Формы И он Всегда Будет Такой Некрасивый И я Всегда Рекомендую Вот эти Королевские Цветочки Убирать Значит Сорт Очень Интересный Если Посмотреть Смотрите У него Есть Некая Особенность То есть В этом Всегда Присущие Наросты В этом Сердце И Поэтому Его Отличить Очень Легко От других Растений По Вкусу Он Более Пресный Чем Другие Сердца Но Сочный Есть И другие Мясистые Более Мясистой Консистенции Этот Более Пресный Там Не столько Ни сахаров Ни кислот Но Сочный То есть Сока В нем Достаточно Очень Тонкошкурый И Я думаю Что он Быстро Будет Портиться При Перевозках Но Для Переработки Он будет Очень Хорош Ну и Красив Конечно Сорт Который Долго Присущ В моей Коллекции Это Так и Называется Моя Гордость Я его Приобретала Под таким Названием Сорт Очень Интересный То есть Все Кисти Эти Одновременно Потом Сбросят Просто Урожай Урожай У него Очень Хороший И Вот Если При Созревании Скажем Так Они Просто Меняют Зеленого На Желтый Цвет Это Не Значит Что Этот Созрел Помидорчик То есть Вот Они Пока Все Не Приобретут Желтый Цвет Они Не Успокоятся Вот Когда У них Присущий Будет Всем Кистям Желтый Цвет Приходишь Они В одночасье Просто Все Лежат На Земле То есть Этот Томат Он Знает Свой Срок Когда Ему Сбросят Все Помидорчик И Этот Долгохранящийся Сорт Может Лежать До Следующего Лета Очень Грубая Шкура Получается Что Камеры Там Почти Пустотелые К лету Но Все Таки Сохранить Помидор В свежем Виде Даже Просто Где-то В коробочке Ни В каких Условиях Там Температурные Не Надо Соблюдать Просто В коробочке У меня Лежат До Лета Это Прекрасно То есть Сорт Тоже Заслуживает Некого Уважения И Скажем Так Иметь В коллекции Вот Это Небольшое Только Количество Которое Я Могла Сегодня Показать И Рассказать В этой Передаче Хотя Вы Знаете Столько Сортов И Столько Интересностей Смотрите Мои Фотографии Если Кому А написать Мне Просто Некогда Описывать Эти Сорта И Рассказывать Сколько Сортов У меня И Есть Даже Такие Умные Люди Которые Потом Просто Меня Некрасиво Представляют В Каких То Диалогах Но Напоследок Я Хотела Бы Просьбу Женщин Которые Мне Сегодня Утром Передали Консервации Помидор Запоминайте Самые Вкусные Помидоры Это Сладкие Помидорчики И Если Вам Некогда Заниматься Особенно Консервацией Нарывайте Помидор Просто В виде Черри Можете Побольше Закладывайте Их Просто В баночки На дно Кладете Литровых Банок По Три Душистого Перца По Три Черненького Перца Гвоздики Я не Кладу Еще Можно Положить Лавровый Листик И Обязательно То Что Вам Нравятся Зеленушки Я Всегда Пользуюсь Сельдереем Я Все Помидорки Заливаю Кипяточком Литровые Баночки И Начинаю Готовить Маринад То есть Сразу Ставлю Кастрюльку Запомните На полтора Литра Я Всегда Добавляю Стакан Сахара Добавляю Туда Одну Столовую Ложку Соли Вот И Уже В конце Когда Все Это Закипит Добавляю Туда 100 Миллилитров Уксуса И Сразу Сливая Банки Которые Заливаю Сразу Маринад И Закрываю Помидоры Получаются Просто Шикарные Ну А Помидорки В томатном соке В собственном соку Я вам расскажу В следующей передаче На сегодня Все До свидания Берегите себя Продолжение следует... Продолжение следует...